Наверное, надо представиться, а то меня уже назвали Юрием Владимировичем, а я Юрий Александрович. Фамилия Давыдов. Так что вот мы с вами будем работать. Изучать теорию вероятностей. Первый курс называется «Дискретная теория вероятностей», а на третьем курсе будет уже более серьезный курс, основанный на теории меры интеграла. Тем не менее, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на кажущуюся простоту, в теории вероятностей есть нечто, требующее все-таки некоторых усилий, а именно вот какой-то вероятностный взгляд на мир и вероятностный характер рассуждений, который уж никак не помешает в любой дальнейшей деятельности, в какой области математики вы бы не работали дальше. Существуют очень тесные связи с самыми разными разделами, с анализом, с алгеброй, с теорией динамических систем, ну и так далее, с геометрией в том числе. Вот. Значит, итак, «Дискретная теория вероятностей». Первая глава будет, наверное, называться «Вероятностное пространство». Значит, о чем пойдет речь в этой главе? Ну, будет небольшое введение, затем мы займемся построением математической модели, вот она и будет называться, мы придем к вероятностному пространству, затем будут некоторые примеры, а потом двинемся дальше. Значит, итак, я думаю, что в какой-то форме вы, наверное, уже с вероятностью в школе сталкивались, так или нет? Ну, там, классическое определение вероятности там, да? Было или нет? У всех? Ну, практически у всех. Вот. Так что говорить какие-то слова о том, что существуют явления, где мы, в общем, не можем предсказывать результат, то, что называется, так сказать, случайными явлениями, об этом можно и не говорить, это понятно. Ну, вот спрашивается, если предсказывать мы ничего не можем, то как же все-таки мы можем теорию развивать, изучать эти явления? Ну, вот дело в том, что среди всех вот этих случайных явлений существуют такие, которые можно повторять много раз. И если вот мы много раз повторяем, вот как подбрасывание монеты, то вот в этом случае можно проследить, оказывается, что появляются некоторые закономерности, и та теория, которая существует, она, в принципе, основывается на вот именно вот этом наблюдении. О том, что при многократном повторении в одинаковых условиях одного и того же эксперимента происходит то, что называется стабилизация частот. Стабилизация частот. Что такое стабилизация частот? Это вот что такое. Вот выделили. В данный момент я пока ничего не определяю. На интуитивном уровне должно быть все понятно. Вот следим за каким-нибудь событием, связанным с данным экспериментом. И начинаем повторять этот эксперимент n раз. Ну, вот пусть n с индексом а – это число тех экспериментов, в которых мы наблюдали осуществление этого события. А n – это общее число. Значит, частота, очевидно, это nа, деленная на n. Ну, теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы увеличиваем число n и устремляем к бесконечности. Значит, частота будет меняться. Ну, и вот оказывается, что наблюдения показывают, что в каком-то смысле колебания этой частоты, которая вещь случайная, становится с ростом n все меньше, меньше, меньше. И визуально ощущение такое, что должен существовать предел. Вот эти потенциальные пределы, видимо, разумно назвать вероятностями событий. Вот это явление называется стабилизацией частот. Ну, вот в литературе вы можете найти конкретные, так сказать, числовые… описание конкретных числовых экспериментов, подбрасывали монету, там много тысяч раз, и есть динамика поведения частоты, и действительно, вроде бы, она стабилизируется. Ну, вот и первые попытки построить теорию, они были как раз… Ну, одни из первых были основаны именно на том, чтобы формализовать как-то вот существование этих пределов и вывести оттуда какую-то разумную теорию. Ну, современная теория вероятности, она идет немножко другим путем. Значит, сейчас я вам расскажу, каким. Но, тем не менее, выбор аксиом, он основан и связан непосредственно с вот этим свойством стабилизации частот. Вот. Так что, вот сейчас мы займемся построением математической модели случайного эксперимента. Будем на основе этой математической модели, будем изучать ее свойства, значит, всякие разные делать построения, доказывать разные теоремы, получать разные результаты, а потом в какой-то момент вернемся обратно и попробуем проверить, что вот это свойство стабилизации частот мы не потеряли. Что вот мы выбрали аксиомы, на основе этих аксиом построили некоторую теорию, а ведь так может так случиться, что исходное свойство при этом окажется нереализуемым. Так вот, оказывается, что теория все-таки хорошая в том смысле, что действительно это свойство стабилизации частот в рамках этой теории можно доказать строго. Что очень приятно. Ну и, в общем, современная теория вероятности – это теория, которая доказала свою жизнеспособность. Существует, я даже не знаю, существует ли какая-нибудь область, где эта теория нынче не применяется. Вот, так что я не говорю об областях математики, я говорю о самых разных областях – физики, естествознания и вообще. Вот, значит, итак, свойства стабилизации частот. Пометьте себе где-нибудь, это важная вещь. Ну вот теперь математическая модель случайного эксперимента. Ну давайте представим себе, что в первую очередь хотелось бы о случайном эксперименте узнать. Мы не знаем, результат эксперимента предсказать невозможно. Он случайный, так ведь? Вот. Но, по-видимому, все-таки можно выделить все возможные исходы этого случайного эксперимента. Правда ведь? Значит, какой исход реализуется, сказать мы не можем. Но вот выделить все исходы возможные, вот, наверное, разумно предположить. И вот совокупность всех возможных исходов с математической точки зрения – это просто произвольное множество. Ну, только не пустое. Потому что если оно пустое, то тогда и нечего рассматривать. Никаких исходов нет. Эксперимент тривиальный. Значит, вот первый элемент – это не пустое, произвольное множество. Ну, скажем, подбрасываем монету. Скажите, пожалуйста, какие исходы разумно выделить? Решка, орел. Ребро. Ребро. Ну, кто больше? Нет, монета может закатиться куда-нибудь и исчезнуть из поля зрения. Так что, в принципе, четыре варианта. Ну, можно добавить и еще что-то, но, конечно, существенные исходы – это, как правило, их и фиксирует эта герб и решетка. Дальше. Скажем, подбрасывается игральный кубик. Ну, здесь то же самое, да, шесть граней. Значит, шесть возможных значений. Значит, в этом случае омега будет множество из шести чисел. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, если монета подбрасывается много раз, ну, например, там, я не знаю сколько, н раз, тогда уже элементарными исходами что будет? Гербов и решеток, да? Цепочки. И всего два войны. Да, цепочки из гербов и решеток длины N, значит, их будет два в степени N. Тоже будет конечное множество, правда? А теперь давайте рассмотрим такой эксперимент. Предположим, что кто-то стреляет в мишень до первого попадания. Значит, вероятность там, ну, какая-то. Ну, сейчас мы об этой вероятностях пока не говорим. Значит, эксперимент – это число выстрелов, которые ему понадобятся, чтобы попасть в эту мишень. Оно случайно, правда? Ну, а какое оно может быть? От одного до бесконечности. Так что вот в этом случае множество омега – это будет просто множество натуральных чисел. А еще исход, куда он никогда не попривали. Да, и дальше можно добавить еще и точку бесконечности, соответствующую ситуации, что он вообще не попал, если он сможет до бесконечности стрелять. Вот. Но можно придумать и более сложные эксперименты. Ну, например, мысленный, по крайней мере, эксперимент. Выбираем точку из отрезка. В этом случае множество омега – это множество точек отрезка, это уже множество мощности континуума. Вы уже ведь знаете про несчетное и счетное множество. Вот. Можно пойти дальше. Представьте себе, что вы наблюдаете, скажем, характеристики какой-нибудь электрической цепи, и у вас на экране осциллографа, вот, есть какая-то кривая. На самом деле она тоже случайная. Так что в данном случае множество омега можно идентифицировать с множеством непрерывных функций на отрезке каком-то. Значит, это тоже очень богатое множество. Если вы наблюдаете, скажем, волнение воды в океане или в море и так далее, вот в каждый момент это тоже случайная поверхность. Так что вот возникает в этом случае множество омега еще более богатое. Ну и так далее. Так что, в общем, в принципе, это может быть любое множество. Важно, что не пустые. Значит, это первый элемент. Дальше. Второй элемент, который обычно связывают с экспериментом, это набор событий. Набор событий. Вот что с математической точки зрения можно, какой объект математический можно выбрать для того, чтобы его назвать событием? Под множество омега. Под множество омега. Ну, действительно, смотрите, вот у вас есть множество всех исходов, и вот есть какое-то событие А, которое описано каким-то способом. А дальше вы делаете следующую вещь. Вы берете точку омега. Значит, вот точки этого множества, большое омега, будут обозначаться маленькими омега. Вы берете точку омега и смотрите. Ага, вот этот исход приводит к осуществлению этого события или нет? Если приводит, то вы отмечаете эту точку. И так делаете с каждой точкой. В результате у вас выделяется какое-то подмножество, которое в точности соответствует этому самому событию. Так что это подмножество. Теперь такой вопрос. А нужно ли все подмножество рассматривать как события? Ну, конечно, было бы хорошо. Не всегда это реализуется. Не всегда. А когда реализуется? Когда разумно, а когда неразумно? Да, если множество не более чем счетно, то проблем технических не возникает. И в этом случае, и в дальнейшем мы всегда будем считать, что любое подмножество рассматривается как событие. Нет проблем. А вот если множество омега уже становится более богатым, даже если это отрезок, который кажется достаточно просто устроенным, в этом случае множество всех подмножеств уже очень большое. Поэтому в этом случае нужно себя ограничивать. Значит, вот второй элемент – это совокупность событий. F. Совокупность событий. Теперь, значит, что такое событие? Событие – это подмножество. Так? Событие. Подмножество. Омега. Ну, спрашивается, а все-таки какие-то разумные требования к этой совокупности надо предъявлять или нет? Так, можно, чтобы лежало пустое, все. Объединение, пересечение, там все одно объединение, четное пересечение. Ну, вот вы уже много знаете, конечно. Значит, смотрите. Дело в том, что с обычной человеческой логической точки зрения с событиями можно производить некоторые операции. Правда? Если у вас есть одно событие, ну, с одним событием много операций не придумаешь, но все-таки одну операцию можно придумать. Какую? Отрицание. Отрицание. Вот. Значит, если у нас подмножество А является событием, то разумно его отрицание тоже считать событием, да? Значит, его… А это дополнение его просто. Значит, ну вот тогда дополнение к А тоже должно быть элементом F. Это первое свойство совокупности событий. Дальше. Вот вы тоже сказали правильную вещь, что множество Омега – все множество. Ну, это множество, которое с точки зрения осуществления часто осуществляется или нет? Всегда. Всегда. Это называется достоверным событием. Значит, это тоже надо включить. Омега должно быть элементом F. Омега – достоверное событие. Ну, и из первого следует, что пустое множество тоже всегда является элементом нашей совокупности. И это невозможное событие, потому что нет исходов, которые приводят к его реализации. Ну, и, наконец, третье. Значит, какие… Вот если у нас появляются два события, какие операции над двумя событиями, то бишь подмножествами можно делать? Объединение и пересечение. Объединение обычно называют суммой событий или объединением событий. А пересечение? Пересечение мы называют. И в чем оно состоит, пересечение событий? В том, что оба осуществляются одновременно. Значит, наша совокупность должна быть замкнута относительно образования всевозможных вот таких операций. Пересечение, объединение. Ну, и понятно, что, скажем, разность множеств, можно выразить через эти, значит, и разности будут туда входить. В общем, все элементарные операции не должны выводить нас за пределы этой совокупности. Объединение любого множества событий? Вот, вот, вот. Ну вот, для того, чтобы не получить больших сложностей в теории, мы… Значит, если речь идет о конечном числе событий, о конечном числе операций, то это один случай, а на самом деле богатая теория получается интересная тогда, когда мы допускаем применение счетного числа операций. Значит, поэтому третье свойство давайте запишем в следующем виде. Если мы имеем некоторую последовательность событий, а n есть элемент f, то тогда и объединение а n тоже является элементом f. Этого достаточно, чтобы отсюда вывести все остальное. Значит, вот, если какая-то совокупность подмножеств, множество омега или любого другого множества удовлетворяет таким свойствам, то она называется сигмалгеброй. Вы уже знаете это, да? Уже встречались с сигмалгебрами, нет? Или первый раз? Ну, вы встречались. А кто еще встречался? Значит, называется сигма-алгебра. Вот пишется вот так. Сигма-алгебра событий. Вот если в третьем условии допускаются лишь конечные объединения, то тогда такая совокупность событий называется алгеброй. Сейчас это более широкое семейство будет, естественно, потому что это менее жесткое ограничение. Но для нас мы предполагаем, что мы можем счетные операции применять. Ну, в том случае, который… Значит, вот в этом курсе в основном мы не будем очень сильно вдаваться в детали того, какое вероятностное пространство у нас является основным. Но все-таки, конечно, основные моменты будут связаны с так называемыми дискретными пространствами, когда омега не более чем счетна. И, как я уже сказал, в этом случае в качестве F можно рассматривать совокупность всех подножеств. Ничего плохого в этом не будет. И, очевидно, совокупность всех подножеств удовлетворяет этим трем условиям. Это понятно? Понятно. Хорошо. Ну, вот хорошо. Значит, и так выделили… Мы теперь знаем, какой математический объект соответствует множеству всех исходов, какой математический объект соответствует совокупности событий, значит, омега и F. Достаточно ли этого для того, чтобы сказать, что мы уже математическую модель случайного эксперимента построили? Поднажные щетки, как все монофункции. Вот. Надо еще, конечно, что-то добавить, потому что, смотрите, представьте себе, что вы имеете две монеты. Одна симметричная, другая несимметричная. Так. И вот два эксперимента в подбрасывании этих двух монет. У вас множество омега будет одно и то же. Герб решетка, правда? Множество всех подножеств, всего четыре их будет в этом случае. События будут тоже одинаковые. А тем не менее эксперименты разные. Значит, нужно как-то охарактеризовать шансы на реализацию отдельных событий. Вот эти шансы, что значит охарактеризовать? Это означает, что каждому событию нужно сопоставить некое число. Значит, это тем самым получается, что мы должны задать некоторую функцию на сигма-алгебре событий. И число, которое будем сопоставлять, вот оно и будет называться вероятностью. Значит, итак, третий объект, который нам нужен, третий объект – это вероятность. Значит, что такое вероятность? Это функция P, заданная на F, со значениями R1. Вещественные числа. Сейчас мы дойдем до... Значит, ну понятно, что не любая функция годится, правда? Как выбрать аксиомы, так сказать, свойства основные, фундаментальные для вероятности? Ну вот давайте для этого как раз будем основываться на свойстве стабилизации частот. Значит, первое свойство такое. P от омега равно единице. Ну, смотрите, если я в качестве А, вот там, где я говорил о частотах, возьму омега, то частота просто будет равна единице, правда? И в этом случае предел существует и равен единице. Так что, естественно, что эта аксиома согласуется хорошо с тем свойством. Второе свойство. Второе свойство состоит в следующем, что все значения этой функции они лежат между нулем и единицей. Это тоже автоматически вытекает из вот этой частотной интерпретации. Потому что частота всегда лежит между нулем и единицей, правда? Ну и, наконец, третье. Поскольку мы допускаем счетное число операций, то, соответственно, мы здесь третье свойство запишем тоже сразу для счетного числа событий. Значит, если АН, это некоторая последовательность событий, эти события дизъюнктны. Это значит, что понятно, что это значит, да? Что значит пересечения. Одновременно никакие два не могут осуществиться. Это значит, что пересечение любых двух разных событий пустое множество. Значит, они дизъюнктны. АН, пересеченное с АМ, это пустое множество, если Н не равно М. Так. То тогда, вот тогда, вероятность объединения всех этих событий равна сумме ПАТАН. Вы уже всякие там пределы и ряды проходили немножко, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Ну, пределы уж во всяком случае проходили. И ряды с положительными членами тоже проходили, да? Вы знаете, да, что с ними можно, как с ними хорошо обращаться можно? Можно комбинировать, группировать, группировать члены, переставлять, и сумма не меняется. Да. Да, потому что они абсолютно сходятся. Я говорю про ряды с положительными членами. Ряды с положительными, значит, они абсолютно сходятся. Ну, да, да, да. Так что вы знаете даже про абсолютно сходящиеся ряды. Да. Ну, хорошо. Вот. Ну, вот вы спросили, точнее, предложили мне вот такой вариант ПАТА объединенное СБ равняется ПАТА плюс ПАТБ. для двух. Первые два. Да, если А и Б... Да, вот давайте тоже договоримся. Мне уже тут в прошлом году предложили дизюнкное объединение. Вот обозначать... Вы таким значком? Вот, хорошо. Давайте так будем обозначать. Тогда вот здесь поставим дизюнкное объединение, здесь тоже можем поставить дизюнкное объединение. Ну, все ли понимают, что вот это свойство более общее, чем свойства конечной аддитивности? Понятно, да? Потому что, смотрите, значит, из... Ну, давайте, как мы сделаем? Да, значит, вот возьмем А1, А2, дизюнкные, так? А дальше возьмем пустое множество в бесконечном числе. Вот. Ясно, что получится дизюнкная последовательность. К ней можно применить вот это свойство. Ну, и получится, что вероятность объединения, то есть P от А1 плюс объединенное с А2. Ну, дальше я могу не писать, правда? Потому что это не меняет объединение. Должно равняться сумме. Значит, P от А1 плюс P от А2. Ну, а дальше пойдет плюс P от пустого множества в бесконечном числе слагаемых. Правильно? Ну, из того, что равенство это верно, вытекает, что вот каждое такое слагаемое должно равняться нулю. Значит, первое следствие вероятность пустого множества равна нулю. Ну, иначе просто правая часть равна плюс бесконечности, а левая вещь конечная. Что было бы невозможно. Значит, вывели вот это. А если это ноль, то получаем конечную аддитивность. Понятно, да? Значит, вот свойства, вот это свойство, эти два свойства называются свойствами аддитивности. Понятно, почему, потому что речь идет о сложении. Значит, вот такое вот свойство, когда для двух или для конечного числа это конечная аддитивность, а то, что наша аксиома, аксиома 3, это счетная аддитивность. Значит, счетная аддитивность. Вот. Все. Вот это основные свойства, основные аксиомы вероятности. И вот то, что у нас получилось, вот эта тройка объектов омега, f и p, вот эта тройка объектов называется вероятностным пространством. Вероятностное пространство. И вот эта тройка объектов, это и есть математическая модель случайного эксперимента. Ну, хорошо. Вопросы есть? Ну, давайте посмотрим на какие-нибудь примеры. Сигма, алгебра и алгебра. Какое из них, когда счетное объединение, какое-то наконечное. Сигма, вообще, буковка сигма обычно используется в математике не только в теории вероятности для случая, когда речь идет о счетном числе операций. Значит, сигма алгебра – это когда счетное, а алгебра – это когда конечное. Да, спасибо. Так, еще, может быть, есть вопросы? Ну, хорошо. Собственно, может быть, примеры чуть позже. А давайте сначала выделим сразу класс тех пространств, которые для нас, может быть, будут более важными. Давайте сделайте такой подзаголовок. Дискретное пространство. Дискретные пространства. Значит, определение. Значит, вероятностное пространство омега-ФП называется дискретным, если омега не более чем счетно. Если омега не более чем счетно. В этом случае F – это сигма алгебра всех подножеств. Как вы ее обозначаете? P от омега, да? Да. Вот так, да? Значит, сигма алгебра всех подножеств. Это не приводит к противоречию. Вот. Ну, а что можно сказать о вероятности в этом случае? Оказывается, в этом случае можно охарактеризовать все вероятности, описать их легко и просто. Значит, вот давайте сформулируем это в виде некой теоремы. Теорема 1. Теорема 1. Давайте сформулируем это в виде двух частей. Первая часть. Пусть P вероятность в дискретном пространстве. в дискретном пространстве омега F P. Ну, давайте введем такие обозначения. Пусть P K значит, распространить множество омега не более чем счетно, можно занумеровать его элементы. ну, давайте будем представлять его в виде последовательности омега K. Какая это нумерация, это не суть важна. И пусть P K это значение нашей вероятности P на одноточечном множестве омега K. Да? Ну, поскольку сигма алгебра F содержит все подмножества, она содержит и одноточечные подмножества. Значит, можно иметь смысл говорить о значении функции P на этих подмножствах. Вот это P катые. Ну, вот, тогда совокупность P катых обладает свойствами. Первое. Все они не отрицательны. И второе. Сумма P катых равна единице. И третье. для любого A из F P от A задается формулой сумма P катых по тем K, для которых омега K является элементом A. P P Значит, что же эта первая часть? Значит, о чем она говорит нам? Она говорит о том, что она дает вот представление, как устроена произвольная вероятность в дискретном пространстве. Эту произвольную вероятность вы будете знать, если вы знаете последовательность P катых. Вот. Потому что с помощью P катых вы можете найти вероятность любого события. Ну, теперь вторая часть. Вторая часть. Предположим, значит, пусть P это последовательность чисел, обладающие свойствами 1 и 2. Пусть, давайте так напишем, пусть для вот этой последовательности выполнены свойства 1 и 2. Вот те, которые вы видите здесь. Тогда функция P, которая задается вот равенством, тогда функция P, заданная равенством звездочка, является вероятностью. Так что каждая вероятность определяется некоторым набором с одной стороны, а с другой стороны, если есть набор чисел неотрицательных, таких, что сумма равна единице, его можно использовать для того, чтобы определить вероятность. Тем самым, соответствие между вероятностями и такими наборами взаимно однозначно. Ну, доказательства. Доказательства? Чё ж. Давайте свойства 1 и 2 очевидны, ну, 1 очевидно, поскольку ПК-то это вероятность, любая вероятность это аксиома у нас какая-то 2, неотрицательно. Ну, а давайте проверим третье, из третьего следует 2. Если здесь взять в качестве А омега, вот слева получится единица, а справа получится вся сумма. Так что свойства 2 вытекает из вот этого равенства. Ну, действительно, вот мы пишем П от А. Хотим вычислить его. Ясно, что событие А можно представить в этом случае, в дискретном, в виде дизюнкного объединения одноточечных событий, перебирая все точки с события А. Так что мы пишем здесь П, а здесь объединение дизюнкное омега К по всем К таким, что омега К лежит в А. Ну и дальше применяем свойства счетной аддитивности. Это и получаем сумму ПК так что доказательства совсем простые. это первое доказательство первой части. Теперь, а что нужно сделать для того, чтобы доказать вторую часть? Нужно, вот функция задана конкретно, надо проверить аксиомы 1, 2 и 3. Вот они. Первая аксиома получается автоматом, вторая тоже автоматом. нужно проверять только счетную аддитивность. Ну а это одно из свойств рядов с положительными элементами, что если вы сгруппируете элементы ряда как произвольным образом, то сумма по этим группам совпадет с суммой всего ряда. Это как раз и есть счетная аддитивность. Понятно, да? Так, хорошо. Вот дискретные пространства. Теперь наиболее простой случай дискретных пространств, когда множество омега конечно. Так, омега конечно. И кроме того, давайте предположим, что все исходы нашего конечного множества равновозможны. Значит, омега конечно. Конечно, это первое. И второе. Все исходы равновозможны. Ну, давайте предположим, что пусть n – это число элементов. Как вы обозначаете число элементов? Вот мощность. так или просто модулем? Модулем. Давайте модуль поставим. Ну, пусть n – это мощность нашего множества. Ну, поскольку любая вероятность определяется набором индивидуальных вероятности индивидуальных элементарных событий, в данном случае, наверное, вы можете сразу сказать, как они будут, вот эти числа пк, как они будут устроены. Ясно совершенно, что пк-ты, раз они все равны, что значит все исходы равновозможны, значит, все пк-ты равны. Ну, а раз они все равны, и сумма их равна единице, то это есть единица на n. Ну, да? Вопрос? Нет? Вот. Ну, и дальше, что можно сказать о вероятности события? Значит, вот в этой сумме, раз все пк-ты одинаковые, то получится, что же получится? Здесь будет n, а сверху что? Мощность a. Так что, вот формула будет выглядеть так. Мощность a делить на мощность множества омега. Это вот то, что мы приходим к так называемому классическому определению вероятностей, потому что на заре развития теории вероятностей, ну, вот, собственно, вероятность только и рассматривалась для таких вот опытов с конечным числом исходов в предположении, что все исходы равновозможны. Вот. И, наверное, в школе, наверное, тоже в школе. Да? Да, такая исхода была. Была в школе, да. Ну, и, значит, как эта формула читается? Обычно говорят так, что вот в этом случае вероятность – это и есть отношение числа благоприятных исходов для наступления события к числу всех возможных исходов. Значит, вот классическая формула. Ну, кажется, что ж тут простого? На самом деле, конечно, в конкретных ситуациях подсчет вероятности по этой формуле не всегда легкий, потому что событие А может иметь довольно хитрую структуру, и даже иногда бывает, что и множество омега тоже определено не слишком просто, поэтому подсчет вот этих мощностей, он может представлять, как правило, какие-то комбинаторные сложности. И вот в этой области, в этой части теория вероятности, она тесно смыкается с комбинаторикой. Есть комбинаторные факты, которые вы можете использовать для подсчета вероятности. С другой стороны, как вы увидите, может быть, дальше, можно использовать вероятностные соображения для вывода комбинаторных тождеств. Так что здесь взаимный интерес и взаимная польза. Ну, хорошо, давайте... А, нет, еще есть пять минут. Ну, давайте какой-нибудь пример посмотрим, да? Начну с самого простого. Самое простое, что у нас было, это когда опыт имеет два исхода, ну, вот как бросание монеты, да? Значит, в этом случае омега у нас будет состоять из двух точек. Ну, можно их называть герб-решетка, можно взять, например, 0 и 1. Давайте возьмем 0 и 1. Значит, единица – это успех, это герб, скажем, а 0 – это решетка. Ну, вот. Значит, в этом случае F совсем простая сигма-алгебра, сколько элементов, всего лишь 4. Значит, само омега, пустое множество и одноточечное множество 0 и 1. Вот. Ну, и вероятность в соответствии с нашей теоремой будет определяться двумя значениями на одноточечных множествах. Ну, обычно вероятность успеха обозначают буквой P, это вероятность единицы в нашем случае, это успех, а вероятность неудачи противоположного события обозначают буквой Q. Это единица минус P, а это значит вероятность нуля в данном случае. P плюс Q равно единице естественно. Вот вероятностное пространство простейшего типа, но при этом смотрите, сколько у нас таких вероятностных пространств получилось? Континуум. Так что даже в простейшем случае возможностей у нас получается континуум моделей. Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо, потому что интуитивно должно быть понятно, что вот это вот параметр P, который пробегает значение между нулем и единицей, но он должен характеризовать степень несимметричности монеты. В принципе она может быть произвольной. Ну вот, значит, тем самым эта модель позволяет в рамках нашей модели мы можем выбрать для любого случая, для любой степени несимметричности свою модель. Так что это хорошо. Ничего плохого в этом нет. Ну хорошо. Так. Ну давайте сейчас все-таки сделаем перерыв. По-моему, пора, да? Наверное, надо все-таки сказать несколько слов о литературе. Ну, дело в том, что это вопрос непростой. Существуют сотни всяких учебников и пособий по теории вероятностей. Значит, ну что я могу порекомендовать в первую очередь из того, что, ну, наверное, все-таки наиболее близкой книжкой является книжка Ширяева «Вероятность первая». Она последнее издание, ее там в двух томах. Значит, А.Н. Ширяев «Вероятность» первый том. Значит, если первое издание, то там, по-моему, один том. Вот. Ну, безусловно, годятся и другие книжки. Так что, вот если у вас есть под рукой какая-то книга, которая вот вам нравится или вас интересует, ну, скажите мне название или покажите ее, я вам скажу. Годится она, не годится, какие-то части. Дело в том, что каждая книга содержит, особенно вот серьезная, как Ширяев, содержит очень много материала. И, конечно, то, что я буду рассказывать, частично там находится, но частично там этого нет. Вот. Частично это может быть в других местах, а может быть и вообще нигде. Так что, ну, вот это одна вещь. Очень хорошая книга для тех, кто интересуется по серьезному теорию вероятности, это Феллер, Вильям Феллер. Феллер. Введение в теорию вероятностей. Том 1. Ну, есть и второй, но второй уже более серьезный, и он больше соответствует уже вот курсу треть, который вам будут читать на третьем курсе. Вот. Ну, есть и другие книжки, как я уже говорил, так что. Ну, вот в первую очередь эти две. Хорошо. Так, теперь возвращаемся к примерам. Значит, это у нас был первый пример, теперь второй пример. Ну, давайте рассмотрим ситуацию, когда мы подбрасываем монету много раз, ну, скажем, n раз. В этом случае, как мы уже установили, в качестве множества омега будут, естественно, выбрать множество всех последовательностей длины n, которые можно образовать из двух символов, либо герб решетка, либо 0,1. Значит, это вот будут множества омега, где каждая омега это и есть последовательность, скажем, там, ε1 и так далее, εn, где каждая εкатая это и есть или 0, или 1. Значит, в этом случае мощность множества омега, тоже, как уже было сказано, это будет 2 в степени n. Да? Это всем понятно. Теперь как вероятность надо выбирать? В омега нужно, наверное, не только эти последовательности давать, а также их все конечные объединения там не стоит. Нет, не надо смешивать омега, путать омега с f. Омега – это элементарные исходы, это, так сказать, точки нашего пространства, а f – это уже совокупности событий, это подмножество. Вот. Вы сейчас то, что вы говорите, вы говорите о подмножествах. А подмножествах, поскольку множество омега конечно, все подмножества входят туда, так что мы их, так сказать, не забыли, они все есть. вероятность. Понятно, да? Хорошо. Теперь остается выбирать вероятность. В соответствии с теоремой 1 вероятность определяется последовательностью вероятностей, точнее, последовательностью чисел, которые есть вероятности индивидуальных таких цепочек. Ну, самый простой вариант это когда бросание отдельное, когда наша монета симметрична. Значит, вот пункт 2А, это монета симметрична. Симметричный случай. Давайте с него начнем. В симметричном случае, когда монета подбрасывается один раз, вероятность P равна 1,2 P равно Q равно 1,2, да? При однократном бросании. А что будет, если мы N разбросили? Ну, наверное, раз она симметрична, то понятно, что все цепочки будут равноправны. И, значит, мы приходим опять к классическому определению вероятностей, и вероятность каждой цепочки будет единиться на 2 в степени N. Значит, в этом случае P от омега равняется единиться на 2 в степени N для любого... Только здесь лучше фигурные скобки поставить, чтобы было понятно, что речь идет о одноточечном множестве. Эта запись понятная, да? Хорошо. Вот. Замечательно. Теперь, а если монеты не симметричны, как определять вероятность? определяем, поставим количество единичек на 1-5 в степени метра. Это не обязательно ведь. Правда? Вдруг монета после первого... А вдруг монета гнется после каждого бросания? Нет, 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 извините. Наш эксперимент чистый. У нас повторение, как я уже сказал, в неизменных условиях. Значит, монета не может гнуться, монета не меняется, монета идеальная. И монета не меняется, и вообще молекулы воздуха там отсутствуют. Все это в вакууме, и температура не меняется. Вот. Так что все постоянно. Вот. Ну, действительно, в то же самое время, действительно, один из первых вариантов, который приходит в голову, такой. Значит, вот P от омега, значит, это B, это случай несимметричный. Значит, вот P не равно одной второй. P малая. Это вероятность успеха при однократном подбрасывании. Значит, в этом случае, значит, вот P от омега, как определить? Значит, тогда, когда успех, то тогда, значит, вероятность P. Когда не успех, вероятность Q. И давайте их перемножать. Значит, тем самым, что у нас получится? У нас будет P в какой-то степени и Q в какой-то степени. И сумма этих степеней должна равняться N, потому что это в точности будет соответствовать количеству подбрасываний. Значит, вот будет P в степени K, Q в степени N минус K, где K – это число успехов вот в цепочке, в последовательности. Вот омега равняется эпсилен 1, эпсилен N. Значит, число единиц в этой последовательности. Ну, так кажется, как вам кажется, это логично или нет? Да. А что нужно? Значит, вот взять и принять, и все. И это, кстати, уже больше ни о чем не думать, или все-таки еще что-то надо сделать? Можно просто в общем определить произведение вероятностных пространств, сказать, что это… Ну, вы забегаете далеко вперед, это дело будущего. Будем об этом говорить, о произведении вероятностных пространств, но не сразу. Вот. Но что нужно сделать в данном конкретном случае? Скажешь, что мы не можем просуммировать? Нет. Мы можем просуммировать все. Совершенно верно. Надо просуммировать, они все неотрицательные, и проверить, что сумма равна единице. И на этом уже можно будет успокоиться, потому что это будет уже вероятностное распределение, это уже будет вероятность. Мы уже можем дальше что-то сделать со всем этим делом. И уже, так сказать, мы не выйдем за рамки нашей теории. Ну, значит, надо проверить, что сумма равна единице. Давайте проверим. Сумма по всем омега. Вот этих P от омега. Значит, это и есть сумма P в степени K, Q в степени K по всем омега. Значит, K – это K от омега на самом деле. K – это K от омега. Правда? Для каждой цепочки значение K свое. Здесь N минус K. Вот омега принадлежит омега. Ну и как доказать, что это единица? Да, это просто по плюску в степени вырос к виску. Ну, так сразу, вот вы уже много знаете, поэтому так сразу видите конец. А все-таки промежуточный шаг надо сделать. Какой? Поупорядочить по цешкам. Наоборот, тут как вы в неупорядоченном виде... Надо вот что сделать. Надо разбить множество омега на кусочки, на части, не пересекающиеся. Правда? На какие? В одну часть надо отнести все те точки омега, у которых K от омега имеет фиксированное значение. Поэтому давайте представим это так. Сумму по... По всем K. По всем K. Какие значения у K могут быть? От нуля до N. А дальше сумма по всем омега, принадлежащим омега K. А омега K, давайте определим так. Омега K – это множество тех омега, для которых омега от K... Но нет, не так. Для которых... Вот тут нехорошо, что K у нас в... Давайте как-нибудь заменим вот это K на Каппа. На Каппа. Знаете такую букву, нет? Нет. Ну вот, возьмите ее на вооружение. Это буква Каппа. И это Каппа. Каппа. Каппа от омега. И здесь у нас... Вот здесь стоит Каппа. 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 Вот такая буква. Вот. Каппа от омега. А здесь уже омега из омега K. И омега K – это множество тех омега, для которых Каппа от омега равно K. Вот. Вот так. Ну а здесь все то же самое. Только теперь смотрите. Для тех омега, которые попали в омега K, Каппа равно K, значит, здесь будет стоять П в степени K и Ку в степени N минус K. И это число уже внутри вот этой суммы одно и то же. Значит, его можно вынести. И у нас получится такая вещь. Сумма по K от нуля до N. П в степени K, Ку в степени N минус K. На... Вот мощность множества омега K. На число элементов множества омега K. И сколько таких элементов будет? Ну, смотрите. Столько, сколько существует цепочек из нулей единиц, у которых ровно K единиц. Это C из N по K. А это бином. C из N по K. Значит, мы получаем здесь сумму C из N по K. П в степени K, Ку в степени N минус K. К от нуля до N. И это бином. Это единица. П плюс Ку в степени N. Это единица. Так что это все просто. Так что действительно такой выбор вот этих вот вероятностей, он согласуется с теоремой 1. Так что действительно получается вероятность. Вот. Ну, хорошо. Теперь вот такой вот интересный момент, сразу связанный с этим. Вот эти множества омега-К, они, наверное, представляют какой-то дополнительный интерес. Они, наверное, не случайно у нас тут возникли. Вот если рассматривать это множество омега-К как событие, как его можно словами охарактеризовать? Значит, это событие, состоящее в том, что вот при N бросаниях монеты мы получили ровно K успехов. Значит, событие, состоящее в том, что получили ровно K успехов. Ну и что можно сказать о вероятности этого события? Почему на 2N? В общем случае. Почему же на 2N это? P в К, то и Q в степени N-K. Вот. Значит, это будет C из N по K, P в степени K, Q в степени N-K. И K равняется 0, 1, N. Значит, вот обратите внимание на вот эту цепочку значений. Значит, давайте для этих значений я введу такое дополнительное обозначение. Я буду обозначать их PN от K. Значит, если, скажем, выбрать новое множество омега, омега 1, это просто множество 0, 1, 2 и так далее, N, а вероятности P в К задать как PN от K, сумма их равна единице, так что мы получим тоже вероятность, получим новое вероятностное пространство с вот так заданными вероятностями. Вот такое вероятностное распределение называется биномиальным. Это биномиальное распределение. Чрезвычайно важное распределение. Возникает очень просто, но имеет массу применений. И мы еще много раз в будущем с ним столкнемся. Значит, вот это будет биномиальное распределение. Биномиальное распределение. У него два параметра. Биномиальное распределение с параметрами n и p. n – натуральное число, p – между нулем и единицей. Что-что? Почему на самом начале мега с индексом 1? Ну, и для того, чтобы отличать от исходного. У нас исходное, вот оно. Исходное было, где оно у нас тут? Вот здесь. Может быть, это самим какая-то, которая получается будет состоящая? У нас уже есть омега-1, где вот если под k подставить равно единице. Не понял. А, вот здесь? А, ну да, 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 да. Я прошу прощения, чтобы не путать с этими омегами, которые под множество того омега. Давайте поставим здесь тильду. О! Хорошо. Ну вот существует еще один путь для описания того же самого эксперимента, более такой наглядный, более геометрический. Вот давайте посмотрим, как это можно сделать. Как можно проинтерпретировать вот это последовательное подбрасывание монеты геометрически? Ну, разными способами, безусловно. Один из способов такой. Вот давайте возьмем две оси. Одна ось горизонтальная – это ось времени. У нас время – это, значит, вот на этой оси будем отмечать шаги последовательные. Первое подбрасывание, второе, третье и так далее. Значит, вот тем самым у нас время будет дискретное. Н. Ну и дальше рассмотрим частицу, которая в начальный момент времени находится в нуле, а дальше начинает двигаться. Если успех, то она двигается на единицу вверх, если неудача, на единицу вниз и так далее. Значит, что у нас получится? Значит, ну вот она может перейти вот сюда, может перейти сюда. Значит, где-то здесь плюс один, здесь минус один. Вот. Это первое бросание монеты. В данный момент не важно, монета симметричная или несимметричная, пока это не важно. Вот. Я описываю просто чистый геометрический способ интерпретации всего этого дела. Теперь, после того, как частица совершила первый переход, осуществляется второе подбрасывание, и дальше происходит ровно то же самое. Частица может пойти вверх, может пойти вниз и так далее. И так далее. Значит, в результате понятно, что она будет двигаться вот в таком конусе, и уйти больше, чем на единиц вверх или вниз она не сможет. Вот. Ну и что же получается? Получается, что... Ну, пусть сюда. Получается, что нашу последовательность вот этих вот эпсиленов мы можем представить с помощью такого вот пути. Значит, на самом деле, смотрите, первая точка – это будет эпсилен 1, это либо 0, либо 1. Вторая координата будет в точности совпадать с эпсилен 1 плюс эпсилен 2. Значит, будет эпсилен 1, потом будет эпсилен 1 плюс эпсилен 2. Третья точка – это будет эпсилен 1 плюс эпсилен 2 плюс эпсилен 3 и так далее. Ну и последняя – это будет сумма всех эпсиленов. Так что и понятно совершенно, что действительно есть биекция между цепочками эпсиленов и цепочками таких последовательных сумм. Вот. Ну вот, про такую частицу можно сказать, что она совершает случайное блуждание. Оно называется простейшим случайным блужданием напрямой, напрямой, потому что если эту частицу, вот здесь у меня нарисован график ее движения, а на самом деле, значит, все происходит напрямой, вот она прыгает либо влево, либо вправо. Минус 1 плюс 1, затем дальше влево, вправо и так далее. Вот. Если монета симметрична, то переходы совершаются с вероятностью 1, 2. Если несимметрична, то вправо все время с вероятностью p, влево все время с вероятностью, дополнительной вероятностью единица минус p. Вот еще такая интерпретация, возможно. И вот со случайным блужданием связано много интересных задач, и в дальнейшем мы об этих задачах будем говорить. Вы познакомитесь, в частности, с законом Арксинуса. Может быть, слышали о таком уже? Нет? Не так. Не слышали, нет, про закон Арксинуса? Про Арксинус слышали. Ну, про Арксинус, конечно, должны были слышать, а про закон Арксинуса нет. Ну, вот, значит, услышите еще. Про закон Арксинуса, а про теорему Пойя возвратности слышали, нет? Закон 0 и 1 слышали. А, закон 0 и 1 слышали? Ну, закон 0 и 1 здесь, ну да, тоже можно. Но закон 0 и 1 у нас не появится в этом курсе. Он появится позже, потому что все-таки закон 0 и 1 связан для того, чтобы его доказывать. Правда, может быть, мы о разных говорим законах 0 и 1, их много бывает. Вот. Он связан все-таки с сознанием теории меры. И доказать без какой-то такой вот солидной теории довольно трудно закон 0 и 1. Ну, при хорошей теории, особенно если вы знаете, что такое Мартингал и, так сказать, теоремы, предельные теоремы для Мартингалов, то тогда закон 0 и 1 доказывается в две строчки, даже в одну. Ну, ладно, это все дело будущего. Вот. Дело в том, что со случайными блужданиями, вот это простейшая такая картинка, на самом деле ее можно использовать для моделирования довольно глубоких таких физических явлений. В первую очередь для явлений диффузии. Представьте себе, что число n очень велико. Ну, вот сравнимо с числом Авагадра. Да, число молекул в одном кубическом сантиметре. И если вот взять и выбрать такую шкалу, чтобы вот этот интервал 0n переместился, поместился на интервале 0,1, тогда отдельные шаги, они будут не видны, правда? Это будет что-то необычайно маленькое. И вместо вот такой вот полигональной картинки вы получите непрерывную кривую такую вот. Ну, и если еще, конечно, подходящим образом выбрать масштаб по вертикали, то получится такая кривая. И вот оказывается, что эта кривая, значит, вот это как бы то, к чему все это сходится при n стремящемся в бесконечность, вот оказывается, что это как раз и есть типичная траектория Бровновского движения. И соответствующая теорема, которая доказывает, что вот это вот наше случайное блуждание будет сходиться, приближаться к процессу Бровновского движения, это чрезвычайно интересный объект из теории случайных процессов, называется принципом инвариантности. И был доказан он строго примерно в 1956 году, примерно в этом, в районе 1956 года, двумя людьми. Так что вот от простейшей модели можно перейти к очень интересным объектам. Ну, а то, что Бровновское движение моделирует диффузию, это вы, наверное, слышали. Так, хорошо. Значит, вот несколько мы поговорили о примерах. Давайте теперь вернемся к общим свойствам вероятности и поговорим немножко об общих свойствах вероятности. Бровновское движение модели. Ну, первое простейшее свойство, которое я бы хотел отметить, такое. И даже, может быть, лучше вот так написать. Хотя это, конечно, одно и то же. Что вероятность события – это есть один минус вероятность дополнительного события. Что, понятным образом, вытекает из свойства аддитивности, которая, в свою очередь, как мы уже выяснили, является следствием свойства счетной аддитивности. А почему, тем не менее, я выделяю это? Дело в том, что на практике бывают ситуации, когда вам говорят, вот найдите вероятность события А. А оказывается, что дополнение имеет более простую структуру и легче вычислять вероятность дополнительного события, а потом, значит, вот переходите, вы читаете из единицы, и все. Так что это совсем простой факт, но полезный для практических задач. Вот представьте себе, что у вас события определяются словами. Там, что хотя бы одно из чего-то там осуществляется. Вот в таком случае дополнение будет как определяться? Что ни одно из дополнительных событий не осуществляется. И вот оказывается, что это действительно удобно. Ну хорошо, дальше. Вот, значит, уже был вопрос о том, ну хорошо, мы знаем, что свойства счетной аддитивности позволяет вычислять вероятности объединений для случая, когда наши события дизъюнктны. А если они не дизъюнктны? Что в этом случае, как там считать? Ну простейший вариант такой, что вероятность А, объединенная с Б, видите, здесь уже не дизъюнктное объединение, а произвольное. Вы можете вычислить как вероятность А плюс вероятность Б минус вероятность пересечения. Ну, картинку можно нарисовать, которая сразу объяснит. Вот у вас есть А и есть Б, а вот это А, пересеченная с Б. Вот когда вы складываете П от А плюс П от Б, вы вот эту часть, вероятность этой части считаете дважды. Значит, если вы ее вычтите один раз, то вы как раз и получите вероятность объединения. Из картинки это должно быть понятно, а формальная запись я оставляю вам для самостоятельного рассмотрения. Понятно, да? Так, хорошо. Ну а что будет, если событий больше, чем два? Ну, давайте напишем эту формулу, то же самое доказательства уж я не буду сейчас проводить, и тоже оставлю вам в качестве упражнения. Ну, давайте, значит, вероятность объединения произвольного события АК по К от единицы до Н. Ну, конечно, в конечном количестве. В конечном, в конечном. Значит, что это такое? Это, во-первых, будет первая сумма, это сумма П от АК от единицы до Н. Зачем? Минус сумма вероятности П от АК, пересеченная с АЖ по К неравному Ж. Так ведь? С минусом. А потом с плюсом, потом с минусом и так далее. Вот. Потом будет плюс сумма П от АК, пересеченная с АЖ, пересеченная с АЛ по К неравному Ж, неравному Л. Минус и так далее. На последнем шагу будет минус единица в какой степени? В степени Н минус 1, наверное, да? Потому что если Н четная, то должно быть минус. Минус 1. А здесь будет уже пересечение всех событий. Это последний. Вот. Ну, вот эта формула, иногда ее я встречал. А? Да? Тут точно К не равно Ж, а не К меньше Ж? Лучше, наверное, сейчас, думаю, что меньше, да. Лучше, наверное, записать, что меньше. Сейчас. Я на два посмотрю. Да, да, да. Всего один раз считаемся, так что меньше. Вот так вот. И здесь то же самое. А если событие будет бесконечно? А, тогда предельный переход. Ну, я не знаю, сойдется он или нет. И потом непонятно будет, потому что у вас будет такой чередующийся слагаемый, будут и непонятно будут там... Нет, это уже отдельный вопрос. Отдельный вопрос. Значит, это формула включения-исключения. Формула Пуанкаре тоже, по-моему, употребляется. Встречал такое название для этой формулы. Можно доказывать по индукции, можно иначе, можно... Ну, вот, забудьте, в теории вероятности характеристическая функция используется этот термин для другого. Вот. Это связано с преобразованием Фурье вероятностной меры. А вместо харфункции я предлагаю использовать термин индикатор. Вот. Значит, вот можно использовать индикаторы, но для этого чуть-чуть нам рановато. Для этого нужно, когда мы будем говорить о случайных величинах и о математических ожиданиях, вот тогда мы вернемся, может быть, вспомним эту формулу и я объясню, каким образом можно использовать индикаторы для доказательства. И тогда это уже в точности будет формула включения-исключения. Дело в том, что вероятность события это то же самое, что математическое ожидание его индикатора. Вот это нужно будет использовать. Но сейчас это еще немножко рано об этом говорить, потому что мы еще о случайных величинах не говорили, еще о многом не говорили. Вот. Значит, вот это вот третье свойство. Дальше. Дальше. Вот такое свойство. Свойство четыре. Вероятность объединения от единицы до и события АК не превосходит суммы вероятностей для любых событий. для любых событий. Доказательства по индукции начините с двух. Для двух это вытекает непосредственно из свойства два. Смотрите, видите, P от объединения, это и есть сумма, минус что-то неотрицательное. Значит, это заведомо не превосходит суммы. Значит, для двух это верно, и по индукции это мгновенно получается для любого конечного числа событий. А если их бесконечно, верно это или нет? Ну, если определена сумма. А если не определена, то справа будет стоять плюс бесконечность, уж тем более будет верно. Правда? Да. Вот. Но доказать это не совсем просто. Так что это я пока отложу на чуть-чуть, чуть-чуть позже мы вернемся к этому. Пятое свойство. Ну, на самом деле, значит, вот такое свойство называется свойством полуаддитивности, между прочим. А если бы здесь стояла бесконечная последовательность и было бы написано такое неравенство с бесконечной суммой, то тогда мы бы говорили о свойстве счетной полуаддитивности. Вот такая терминология употребляется в литературе. Так. Вот теперь такое интересное свойство. Давайте рассмотрим последовательность событий, которая возрастает. Значит, что это значит? Что каждое следующее, оно, так сказать, шире, чем предыдущее, но не уже, во всяком случае. Что-что? Нет, ну это-то понятно, нет, здесь более интересно. Значит, вот, ну просто вот такое обозначение означает, что АН вложено в АН плюс 1 для любого Н. Вложено, это означает следующее, что наступление событий АН влечет наступление событий АН плюс 1. Ну и вообще, я вот как-то не говорил об этом, но вот такая запись, Омега лежит в А, вот такая запись, означает, что мы наблюдаем реализацию событий А в рамках той модели, в рамках связи между нашей математической моделью и случайным экспериментом. Так что вот здесь, если Омега попала в АН, оно попадет в АН плюс 1, значит, действительно, наблюдая осуществление событий АН, мы получим осуществление событий АН плюс 1. Так что вот такая возрастающая последовательность. Ну тогда, конечно, вот как только что кто-то там заметил, мы, конечно, получим вот это соотношение. Это мгновенно вытекает из свойства аддитивности. Это понятно? Это, надеюсь, не надо доказывать? Вот. А вот что более интересно, это то, что вот в этом случае вероятность от объединения АН по всем Н, всей бесконечной последовательности. Что это будет? Это будет предел. Потому что, смотрите, последовательность из этого свойства вытекает, что П от АН-го это возрастающая числовая последовательность. Правильно? И она ограничена. Они не превосходят единицы. Значит, возрастающая ограниченная последовательность чисел имеет предел. Так вот, оказывается, что этот предел как раз в точности есть вероятность объединения. Это есть предел при Н, стремящемся в бесконечность вероятности АН-ных. Это свойство называется свойством непрерывности вероятности. Непрерывность вероятности. Ну и двойственное к нему шестое. Это свойство похожее на это, но для убывающих последовательностей. Если АН убывающая последовательность, значит, в этом случае АН уже связано с АН плюс 1 вот таким образом для каждого АН, то тогда вероятность уже пересечения АН-ных будет равна пределу П от АН-ных. Значит, теперь уже у нас вероятности П от АН-ных они будут образовывать убывающую последовательность и ограниченную снизу, потому что они все не отрицательны. Так что тот же предел существует и вот оказывается, что он в точности Давайте докажем, давайте докажем, но я докажу одно из них, потому что второе получается переходом к дополнению, так что если доказать скажем, пятое, из него шестое выводится стандартным образом, если доказать шестое, то из него выводится пятое, так что я докажу только одно из этих свойств. Так, сколько у меня времени есть? 8 минут, да, должно хватить, должно хватить. Ну, давайте докажем, ну, более-менее все равно, давайте докажем шестое. Значит, доказательства шестого. Давайте картинку такую посмотрим. Вот у нас есть первое множество А1, второе множество более узкое А2, потом третье и так далее. Ну, и где-то там вот в пределе пересечения всех этих множеств. Значит, пусть пересечения, давайте его обозначим через А. Значит, вот А, это где-то вот здесь. Значит, что я сделаю? Смотрите, я введу вот какие множества. Вот эти кольца такие, ну, кольца условно говоря, B1 это А1 минус А2. Так? Что-что? Слои получается. Да, слои, слои. Может быть, слово слои лучше, чем кольца. Да, потому что... Дальше. B2 это А2 минус А3. и так далее. BN это будет АН минус АН плюс 1. Значит, вот эти последовательные слои. И так далее. Значит, что можно сказать про эти слои? И почему, собственно, мы их вводим? Дело в том, что понятно, что они по построению будут взаимнодизъюнтны. Правильно? Это понятно, что они дизъюнтны. Значит, они будут дизъюнтны. Дальше. Что еще можно про них сказать? Что вот если взять события... Да, и они дизъюнтны с событием А, конечно, которые в пересечении. Это тоже понятно. Вот если взять А и объединить с каким-то количеством слоев, да, ну, начиная с Н-ого, вот этих B-катых, К от Н до бесконечности, что у нас получится? Какой-то там Адринный 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 Получится... Нет, получится АН-ое. Я думаю. Ну, вот смотрите, вот я начинаю, скажем, с первого. B-1, объединяюсь с B-2 и так далее, и с А. Ну, получается А1. Значит, если я начинаю со второго, то получится А2 и так далее. Так что, значит, проверку этого формальную, это вы должны уметь делать. Вы берете точку из левого множества, проверяете, что она попадает справа, берете точку из правого, проверяете. В общем, это я вам оставляю самим. Значит, если это так, то поскольку здесь стоят дизюнктные множества, то вероятность объединения равна сумме вероятностей. Значит, мы получим следующее соотношение. Значит, и так, я повторяю, что вот эти самые множества B-K дизюнкты и множество А, если еще добавить, тоже. Вот. И тогда из вот этого соотношения мы получаем следующее, что P от A-N это есть сумма, это есть P от A я выделю, P от A плюс сумма P от A-K, P от B-K, прошу прощения, по K от N до бесконечности. Вот вам применение свойства счетной аддитивности. Ну, теперь, какой вывод можно сделать из вот этого равенства? Подождите. Первый вывод состоит в том, что вот этот ряд из P от BN P от BK сходящийся. Он сходится, правильно? Потому что эта сумма конечна. Значит, ряд сходится. А раз он сходится, то хвост с этого ряда стремится к нулю. А хвост вот он здесь. Значит, вот эта вещь стремится к нулю при N стремящемся к бесконечность. Ну, и вот мы и получаем, что P от N сходится к P от A. Все доказательства закончено. Так что, все просто. Ну, по модулю, конечно, проверки вот этого соотношения. Вот. Вот это соотношение вы проверьте самостоятельно. Значит, это у вас будет упражнение номер 1. Упражнение номер 2 это доказать, что 5 и 6 эквивалентны. И еще я добавлю такое упражнение. Упражнение номер 3 доказать следующее, что свойство счетной аддитивности эквивалентно одному из свойств непрерывности. счетная аддитивность эквивалентна эквивалентна например 5 или 6. Вам все равно по выбору. Значит, что это значит? Это означает, что из счетной аддитивности мы можем вывести 5 и 6, но, собственно, фактически мы это уже сделали. Значит, в одну сторону уже переход известен. А теперь представим себе, что мы знаем, что одно из этих свойств выполнено, ну, оба, значит. Вот. Вывести отсюда свойство счетной аддитивности для любой последовательности взаимнодезъюнтных множеств. Вот. Ну, вот, наверное, на этом можно заканчивать, да?